Поэтому, когда задают вопрос, как изучать Куран, а вот что там, а вдруг получится, вдруг не получится. Валай, у нас братья есть, которые пять лет подряд приходят и так и не научились. А есть братья, которые, аль-хамдулилла, там два месяца походили и четко читают Куран. То есть цель поставить нужно. И говоришь, что если у тебя столько вопросов, и с первого же урока начинается, то ты не научишься. Как говорят ученые, три вида людей никогда не получат знания. Это тот человек, у которого нету сабра, у которого нету терпения, быстро все хочет. В сегодняшний день пришел, а ведь не знает, хочет стать хафидом, он не получит знания. Все должно быть иннам ад-дин, иннам аль-илму бит-та'аллуму, сабру бит-тасаббур, сказал Пророк Мухаммад, саллаху алисин, знания, через обучение приходит постепенно. И также терпение через тасаббур, когда ты много проявляешь его в тех или иных ситуациях, к тебе приходит потом это терпение. Второй вид людей, которые не получат знания, аль-мустахи, которые стесняются задать вопрос. Почему? То есть стесняются вопросы, вдруг скажут, как раньше, помните, когда мы сидели в школе или в университете, стеснялись спросить, а что там мои коллеги подумают, что я не знаю. Вот этот человек не получит знания, не нужно стесняться задавать вопросы. В Аллаху ля истахимил аль-хакк, Аллах, в Куране говорит, Аллах не стесняется истины. И третий вид людей не получит знания мутакаббир, высокомерные. А что я буду там спрашивать, кто он там такой, что у нас спрашивают. Вот эти три вида людей никогда не получат знания. А что я буду там?